Доброе утро, уважаемые трейдеры! В основном фона, по сути, каких-либо важных статистических релизов не будет, но, опять же, оборачиваясь назад и анализируя то, что было интересно в ходе вчерашнего дня, стоит отметить то, что трейдеры готовы, собственно, обратить больше внимания на риторику и на слова ответственных представителей отдельных регуляторов, которые проливают свет на то, что сейчас происходит в контексте тех монетарных курсов, которые проводятся. Собственно, ЦБ отдельных стран. Но вчера, друзья, напомню, у нас было на повестке два выступления представителя американского регулятора ФРС, это, собственно, Дадли и Эванса. Не скажу, опять же, оказали две комментарии Эванса на то, что происходило на рынке, но вот комментарии Дадли точно стали причиной довольно неплохого роста доллара. И вообще, мы сейчас говорим про развитие тех трендов, которые полностью укладываются в наше, опять же, представление о том, что должно происходить на рынке и полностью соответствуют взглядам того, какие изменения ждут доллар и, собственно, рисковый инструмент. Ну и не, конечно же. Старт торгов очень хороший, потому что мы получили рост доллара, мы получили ослабление рисковых активов, мы получили еще один пинок. Так, простите за такое выражение, под одно место для котировок нефти, которые, собственно, и стали причиной еще большей просадки всего рынка черного золота. Но все равно 45 мы еще пока что не увидели. Российская валюта также вынуждена, собственно, ослабла, ну потому что уже сдерживать, конечно же, то давление, которое оказывается со стороны нефти невозможно. Мы с вами делали акцент на то, что если быстренько пойдет планка 58, то на импульсе мы сможем прокатиться еще выше. Поэтому вчера локальный хай был непосредственно в близости даже от пинки 58-50. Сейчас мы ступили чуть ниже. Ну и, конечно же, сейчас нас интересует британская валюта, поскольку фунт в центре переговороческого процесса по Brexit. Фунт представляет интерес из-за провальных, удручающих, да как угодно, вот в плане негативных эпитетов. Можно отметить, что должно происходить сейчас с фунтом, но пока что этот актив держится более-менее бодрячком. Я надеюсь, что мы должны все-таки терпеть, что сейчас происходит, и ставить на то, что актив неизбежно окажется ниже. Сегодня, друзья, чтобы продолжить вот такой новостной ряд, я хочу отметить, каких-либо важных макроэкономических релизов не будет. Ну, разве что только оценка Американского института нефти по запасам, которая традиционно выйдет поздним вечером, уже на переходе с авторинка на среду в 23.30 по московскому времени. Ну а так, внутри дня у нас ждут выступления господина Карни, который возглавляет Банк Англии. Это совсем скоро, друзья, практически через 50 минут. Я советую тем, кто торгует фунтом, обязательно сейчас подержать руку на пульсе и не отходить, собственно, от монитора. Потому что Карни может действительно привезти в движение британскую валюту против всех основных конкурентов. Нас интересует пара фунт-доллара. Я очень надеюсь на то, что Карни сегодня нам поможет. В 11.45 нас ждет выступление Джордана, которого возглавляет Национальный банк Швейцарии. Очень странно то, что его выступление идет так быстро после последнего, поскольку, собственно, заседание Национального банка Швейцарии состоялось на прошлой неделе. Может быть, это связано с тем, что прошлая риторика на прошлой неделе не стала причиной ослабления франка. И сейчас Джордан попробует, собственно, снова дать понять рынку, что все усилия, которые будут направлены в дальнейшем к данным регуляторам, они будут носить цель ослабления курса швейцарской валюты. Потому что дорогой франк не нужен. Очередной намек на возможность валютных интервенций и готовность снизить процентную ставку даже до 1,5% с минусом. Должны все-таки оказать свое воздействие и влияние на курса франка. Хотя в рамках вчерашнего дня мы видели, как USD с висией все-таки растет. Это хорошо. Но я думаю, что сегодня мы можем рассчитывать на еще больше роста. И в 15.00 по московскому времени сегодня выступление Стэнли Фишера, который занимает тоже очень ответственный пост, является заместителем председателя американского регулятора. Думаю, что вряд ли его риторика будет отличаться от риторики Джанет Геллин. Потому что в противном смысле, в противном случае он бы точно не был оппозиционером, скажем, Джанет Геллин, и не занимал такой ответственный пост. Его позиции и взгляды полностью соответствуют тому, что говорит Джанет Геллин, и можно сказать то, что он говорит то, что говорит Джанет Геллин. Простите вот за такую легкую тавтологию и каламбур. Ну, немного мы отвлеклись, нарушили наш привычный сценарий. Прошу прощения. Давайте вернемся все-таки в эстезию наших прежних отчетов. У нас, как всегда, друзья, нефть. Я с особым удовольствием возвращаюсь к этому инструменту, потому что нефть у нас закрыла очередной день и, в принципе, стартовала неделю с минуса. Закрытие на отрицательной территории 46,86. Сейчас актив торгуется на отметке 47 долларов за баррель. Ну, совсем чудо, остается до 45 долларов. Все молодцы, кто сохраняет короткую позицию, все молодцы, кто послушал меня, ну, на самом деле, не меня, а здравый, скажем, анализ, который возможно было провести с учетом новостного фона по рынку нефти. Я вам озвучил позицию не только собственного субъективного видения, а еще старался подкреплять взглядами инвестиционных банков. Ну, и мы сообщать делали с вами выводы о том, что может произойти с этим инструментом. В частности, нефть снижается. Почему? Потому что рынок, как и раньше, отыгрывает медвежье настроение, скепсис по поводу эффективности сделки ОПЕК. Рынок переживает за то, что участники, именно элиты, скажем, производители нефти, которые не являются членами соглашения по ограничению добычи, используют эту сделку во благо себе, поскольку им их ничто не мешает сейчас раскручивать спираль еще больших объемов по добыче. Мы начали эту неделю с еще одного подведения результатов, скажем, последних отчетов по администрации аналитической информации. Я говорил вам про запасы бензина. Может быть, нас ждет похожая картина и в эту среду. И я отмечал то, что к пятницу вышел отчет Baker Hughes по количеству не сильных терминалов. Напомню, что особо, наверное, цифрами забивать голову не стоит, но тех, кого это интересует, снова рост плюс 6 единиц до 747 штук. 22 недели подряд роста. Такого не было лет 30-40 уже. То есть очень-то долго. И это новые тренды, это новая реальность для всего рынка черного золота. К сожалению, даже несмотря на то, что сделка этого аналитического факта соглашения продлили больше, чем планировалось до марта 2018 года, пока мы видим то, что проблема перепроизводства никак не разрешена. Она только усиливается. И мы помним прогнозы того, что эта проблема сохранит свою актуальность до конца этого года и, скорее всего, ничего не изменится в 2018 году. Помимо штатов, настроение трейдеров омрачает еще и рост объемов добычи в Ливии и в Нигерии. К этим регионам мы давно с вами не обращались, потому что не было актуальных цифр. И вот сейчас я говорю вам про последние данные, точнее заявления, опять же, ливийских властей и одной из крупнейших ливийских неуптедобывающих компаний о том, что они готовы, планируют и обязательно сделают. Увеличат свободные производственные мощности, задействуют их и выйдут на новые планки по добыче. На текущий момент в Ливии добывается около 800 тысяч баррелей в сутки. Они планируют поднять эту планку до 900 тысяч. И есть также еще более амбициозная цель – выйти на 1 миллион к концу лета. Вполне по силам. Но если все-таки требуют и покупатели, скажем, позитивных новостей для себя, здесь, пожалуй, можно только отметить то, что Ливия и Нигерия, они очень часто бросаются с такими громкими заявлениями и планами. Но все-таки регионы нестабильные, поэтому очередной факт эскалации напряженности может не просто отсрочить реализацию этих планов, а вовсе привести к снижению объемов добычи. Но пока, друзья, этого не происходит, поэтому давайте верить этим планам. Тем более, что лето в самом разгаре до конца остается немного. Два месяца, как немного, ну практически немного, если говорить, опять же, в перспективе года и тех планов, которые есть. И я надеюсь, что все-таки эти планы будут отчасти реализованы. Соответственно, друзья, у нас с вами еще больше аргументов, чтобы продавать них. Давайте именно это и делать. Тем более, до нашей цели 45 остается совсем чуть-чуть. 88.32 сейчас пара доллар-рубль. Наша с вами цель ближайшая, в принципе, протестирована. 58, ждем теперь 59.60. Я думаю тоже, что если дальнейшая слабость российского валютного актива будет проявляться в том же ключе, что и вчера, то мы смело можем рассчитывать на потери 30-40 копеек в рамках даже одной торговой сессии. Сегодня, если нет, снова вернется к нисходящей динамике, значит, мы будем говорить уже о том, что пара доллар-рубль закрепится выше отметки 58.50. Еще не поздно все-таки присоединиться к длинной сделке тем, кто этого не сделал ранее. И, собственно, еще не поздно попробовать заработать не только на спекуляциях на финансовых рынках, но и через элементарную покупку в обычных обменниках. Дальше идем. Доллар японская иена. Здесь из интересного новостного фона только вчерашний комментарий двух представителей ФРС. Датли – это человек, который привел в движение американский долговой рынок. Трежис у нас по доходности выросли. Индекс доллара снова оказался выше 97. На это тут же опять герло-американская валюта. Рост доллара привел к слабости и европейского валютного актива, и фунта, и австралийцы, и нелезеландцы и так далее. Даже USD-катчера тоже, в принципе, пыталась восстановиться, но я думаю, что там есть еще куда расти. Что касается комментариев Датли, на что нужно было сделать акцент. Речь была исключительно оптимистичной. Речь была схожа с тем, что мы слышали о Джарен Хирин, то есть они сплошные комплименты американской экономике, особенно рынка труда. Единственное, что был сделан акцент на недовольно существенной и обнадеживающей показатель увеличения заработных вклад, но, опять же, проблема на рынке и в секторе роста заработных вклад, она связана с крайне низкой производительностью труда. А вот что касается повышения процентной ставки, то по версии Датли, то, что происходит сейчас в монетарной политике, полностью соответствует планам, ранее озвученным всем ФРС и Джанет Йерен, плана постепенности и последовательности. И по мнению Датли, мы помним его прошлую позицию, он лишь ее повторил, то, что, по его мнению, если ставки не повышать и не продолжать и дальше цикл более жесткой монетарной политики, это может стать причиной, за которой американская экономика окажется на грани, собственно, рецессии. Ну, действительно, такой риск и есть. В общем, эти комментарии оказали поддержку доллара, как мы с вами рассчитывали. Американец вырос, и если мы вчера говорили про то, что пара котировалась доллара японской иены на отметке 111, то сейчас уже видим эту пару выше 111.60. Что касается Эванса, то он также отметил, что голосовал за повышение процентной ставки, поскольку считает, что экономика сейчас в очень хорошей форме. То, что экономический рост продолжит увеличиваться, то, что рынок труда сохранит это прогрессирующее состояние. И до конца этого года мы можем увидеть, как минимум, еще одно повышение процентной ставки. Ну, весь позитив уже был отыгран после комментариев Датли, поэтому рынок в целом предпочел больше не ролировать на этих комментариях, хотя они в целом были точно такими же, как от господина Датли. Вот по версии Эванса, что еще нужно сейчас дать рынку в плане конкретики, так это планов по сокращению баланса. Ну, вроде бы как от Пресс уже тоже мы получили информацию, что баланса планирует сокращаться. Хотя, думаю, что в последующих заседаниях ясности будет больше. Фунт против доллара. Британская валюта, безусловно, в центре внимания. Мы, друзья, за ней слетим. Старт, официальный старт, действительно, был назначен на 19 июня. И вот из новостей важных, то, что вчера Англия и Абдюссель согласовали хронологию. Процессы обсуждения были определенные три даты. Это 17 июля, 18 сентября и 9 октября. Это дни, когда будут проходить основные процессы обсуждения по поводу прав граждан, учитывая уже, по сути, разные юрисдикции для жителей Великобритании и, соответственно, стран Европейского Союза. Будут обсуждаться специфические особенности условия финансового сотрудничества, финансового регулирования и так далее. Ну, до этих, я уверен, дат еще очень много воды утечет. Соответственно, мы будем получать какие-то отдельные заявления, как от Терезы Мэй, так, собственно, и от представителей Брюсселя по этому вопросу. В любом случае, друзья, у нас впереди с вами три полноценных месяца, на мой взгляд, очевидной неопределенности. И если уж сейчас не делать ставку на политический негатив, фундаментального также хватает. Вы помните последние релизы по индексу потребительских цен, вы помните, какого мнения придерживаются представители Банка Англии по поводу процентных ставок. И прекрасно понимаете, какие показатели экономического роста мы можем в ближайшее время увидеть. Я надеюсь, что фунт будет слабеть. И я надеюсь, что сегодня, во время выступления Керни, оно состоится в 10.30 по московскому времени. Напоминаю, что до этого времени 45 минут остается. И, может быть, он прояснит ситуацию последнего голосования, которое состоялось в прошлый четверг. И еще раз напомнит сомневающимся трейдерам, что повышать ставку в условиях крайне низкой потребительской активности, вялого экономического роста и очевидной политической неопределенности – это глупо. И надеюсь, что для рынка комментарии Керни станут определяющими, так же, как, к примеру, комментарии Каролины Вилкинса по поводу того, что должно происходить с курсом Канадца. И если, опять же, его слова возымеют те последствия для фунта, на которые лично я рассчитываю, сегодня с текущих котировок 1.27.34 мы пойдем в район 1.26.50 – 1.26. Это мой субъективный расчет, но он совпадает с прежним взглядом того, что этот актив должен ослабеть. Золото, разумеется, вслед за ростом доллара ослабло. Мы оказались, друзья, ниже поддержки 1.250. Теперь это поддержка конвертированного сопротивления. Я думаю, что мы можем ставить на дальнейшее ослабление золотого актива и идти в район 1.230 долларов за тройскую унсу. Доллар канадец пока держится чуть выше отметки 1.32, но полагаю, что канадца сломает снижение цен на нефть. Если уже рубль сдался, как я проводил параллели вчера, канадскому доллару тоже пора уже реагировать соответствующим образом на то, что происходит на рынке сырьевых инструментов. Канадец обычно очень чувствительная ситуация на рынке нефти. И я думаю, что еще слишком рано спекулировать на идею того, что Банк Канада может пойти на повышение процентной ставки, пусть и до конца этого года. А если рано, тогда лучше цепляться за прежние драйверы движения этого актива. Это, конечно же, нефть. Надеюсь, что доллар еще выкарабкается выше. Рост доллара окажет также соответствующее давление на канадца. USDCAD сейчас торгуется на уровне 1.3216. Друзья, думаю, что у нас есть все основания рассчитывать на то, что конец этой недели для валютной пары будет примерно в районе 1.333. Австралиец сегодня, несколько часов назад вышли протокол. Они оказали давление на этот актив. Протоколы сообщили о том, что австралийский регулятор по-ближнему признает две очень важные проблемы. Это рост закредитованности, долговой нагрузки на домохозяйство и есть проблемы также на рынке недвижимости. Уместно, по мнению резервного банка, встали сохранять стимулирующую политику, политику низких процентных ставок. И снова традиционная фраза, что дорогая валюта осложняет переходный процесс и, собственно, создает больше трудностей для экономики, нежели каких-то положительных плах. Поэтому, друзья, австралиец, конечно же, рос в последние недели только по той причине, что слабел доллар. Может быть, мы сейчас видим не просто восстановление американца, а переход как раз к новому растущему тренду, который мы с вами ждали очень давно. А, соответственно, рост дальнейшего доллара все-таки вернет и австралийца и новозеландца к более-менее оправданным ценовым значениям. По паре AUTUSD это ни в коем случае не текущее значение 0.7592. Я думаю, что более-менее справедливый курс для этого, для этого лидерактива примерно 0.73-0.74. Это наша с вами среднесрочная цель. И еще напоследок, также с особым удовольствием обращаю ваше внимание на то, где сейчас торгуется американский фондовый рынок. Друзья, мы с вами добрались до нашего заветного профита, потому что локальный хай вчерашнего дня составил, сейчас одну секундочку, 2451.2 пункта. Наша с вами цель была 2450, мы не уклонно к ней шли, не отворачивались, опять же, от хороших бычих перспектив американского фондового рынка, даже несмотря на негативные новости, которые появлялись на рынке. Надеюсь, что вы приобщились к этой идее и очень неплохо заработали. Ну и как мы с вами прогнозировали, как только этот уровень падет, даже несмотря на присутствующее желание попробовать прокатиться еще выше, наверное, нужно все-таки знать мир в отношении американского фондового рынка и какое-то время побыть в стороне, в ожидательной позиции и поиске новых оценовых уровней. Большое спасибо американской фондовой секции, она помогла нам заработать даже больше, чем сейчас помогает заработать о снижении цен на нефть. Друзья, собственно, на этой ноте хочу закончить сегодня. Если есть вопросы, как и всегда, оставляйте их на форуме о маркетсе, еще лучше на канале на YouTube. Большое всем спасибо, кто, собственно, делает это, кто оставляет не только вопросы, но и комментарии, делится своим видением рынка. Это позитивная тенденция, которая сложилась у нас в 2017 году. Очень надеюсь, что информация, с которой я делюсь с вами, также вам в чем-то помогает. И большое всем спасибо, кто ставит лайки, большие пальцы. Это самая лучшая мотивация для меня и дальше копаться в фундаменте и находить какие-то интересные новости, с которыми я каждое утро спешу поделиться с вами, друзья. Хорошая вам торговая сессия, соответственно, как и всегда, прежде всего контролируем риски и думаем об этом при открытии каждой торговой позиции по любому финансовому инструменту. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok